итак все цветочки у меня готовы вот таким образом они у меня выглядят а вот теперь мы сделаем листики листик у нас должен быть тут тут вот три листика и принципе листик можно сделать еще вот здесь для этого используем жестик вот такую ленту немножко такую светленькую осветленную опять же используем дырокол ленточку можно даже вот так перевернуть сделать такую такой лепесточек немножко перевернутый с проколом ленточки затягиваем так как листики в конце такие остренькие и одна сторона немножечко он как бы вот загнулась во внутрь и это наоборот очень хорошо видите это очень хорошо смотрится можно сделать еще один листик вот сюда увести даже вот это интереснее сделаю его где-то вот на такой высоте здесь уже вы можете сами регулировать так как вам надо вот и уведу вот сюда лист ближе к цветочку вот и все вот смотрите как хорошо у нас эти два листика лепли сразу же обстригаем и подпаливаем делаем следующие три листика один листик у нас пойдет вот отсюда и выведу я его вот сюда сделаю прямой стежок ножисти красиво ложится и он сам изгибается как ему надо вот таким образом он у меня будет выглядеть сейчас я его выведу я наверно все таки здесь обстригу потому что расстояние между листьями здесь достаточно большое поэтому лучше не делать отдельно вывести листик вот второй будет у меня вот здесь выходить отсюда и заканчивается вот здесь заканчивается вот здесь таким же образом я его обстригу и пряжку остался еще вот здесь листик он пойдет у нас вот отсюда и закончится это здесь закончим его вот здесь я здесь немножко ленточку проткнула но не по центру а сбоку вот так вот так сделала извернуть немножко перевернула ленточку сделала такой листик обстригаем подпаливаем так еще сделаю пожалуй вот отсюда здесь вот еще не хватает листика он пойдет у нас отсюда и закончится где-то вот здесь вот отсюда выводим здесь и здесь мы его вот так вот ленточка перекрутилась смотрите как красиво прикладно вот так и оставим то здесь я стараюсь не распрямлять когда делаю листики я стараюсь их не выравнивать они наоборот тем более мажистик вообще идеально ложится она сама перекручивается так как ей надо и большинстве случаев это как раз получается так как надо по рисунку я очень заметила теперь нам нужно сделать стебли наших полю на кростик и начинаем делать стебелек начнем вот с этого бутончика вот в этом месте мы его здесь вытаскиваем ленточку и вот так скручиваем она у нас будет идти вот сюда под лепестками тут так нет наверное я еще не очень нравится как как она свернулась сейчас пожалуй я еще раз ее вот так скручу вот сюда проведу теперь проведу вот сюда и выведу лепесток стебелек вот сюда вот в это место сейчас выведу и подпалю стригу и таким же образом делаем стебельки и на всех других наших цветочек эти лепесточки которые у нас подвесные мы их оставляем пока так а потом уже в готовом виде мы будем их пришивать к основе нашего футлярчик и так вот таким образом у меня выглядит сейчас картина вы смотрите ну она мне вот так вот поперек лежит то есть я еще добавила первый стебелек делала с вами потом добавил вот этот стебелек добавил вот этот стебелек видите получилось как бы вот три стебелька у меня и оставшуюся ленточку зеленую я вот тут вот добавила еще несколько сделала листиков и вот теперь у меня как бы вот эти вот четыре нарцисса готовы и уже в принципе вот даже в таком виде эта картина может вполне существовать теперь я хочу прежде чем вышивать осенненькие цветочки ну типа вот как маленьких незабудочек да таких но наподобие что то я хочу сделать тренировку вот наших цветков чтобы потом уже как бы не трогать не задеть вот эти маленькие синенькие цветочки мы сначала должны смочить наши вот эти белые стебельки белые лепесточки водичкой мы их будем тонировать зеленым цветом но будем тонировать так чтобы они были не такие яркие как вот эти серединки потому что в настоящих цветочках действительно как бы серединки более яркие а цветочки лепестки они более бледные в принципе есть и нарциссы которые с белыми лепестками но здесь я все таки хочу сделать нарциссы желтенькими тем более фон у нас темно-синий с синим цветом желтый очень хорошо сочетается мне очень нравится когда сочетается именно синий с желтым поэтому здесь вот мы больше акцент делаем на желтый вот пока и да в принципе я могу еще вот немножко затонировать наверное зеленый чуть-чуть может быть потемнее где-то вот честно какую-то часть лепестка можно сделать потемнее листика я имею ввиду зеленого мы посмотрим сейчас посмотрим как тут вот у нас получится итак теперь мы берем желтый цвет и желтым тонируем может быть даже вот другого оттенка желтый сейчас я посмотрю как он будет смотреться может быть вот такой желтый будет лучше вот мы накладываем его только в основание и краска если она немножко пойдет вниз вот все равно кончики у нас как бы останутся более светлыми вот один цветок у нас готов вот эти белые краешки здесь вот они у нас остаются таким же образом мы тонируем и не раскрывшийся нарцисс вот так больше не надо и вот оставшиеся два раскрывшихся да вот эти вот висячие лепесточки я их все уже подшила вы видите у меня сейчас висячих лепестков уже нет просто вот обычная ниточка я их прихватила со всех сторон вот вот в нескольких местах подшила стебелек потому что это опять же говорю это не картина здесь сильно вот таких открытых пространств оставлять нельзя так как это будет использоваться у нас это будет постоянно в работе вот вот и нам нужно чтобы эта вышивка сохранилась надолго остался один цветочек оп ну как интересно у меня немножко оранжевого попало ну даже вот этот оранжевый он даже интересно ложится а я даже его не хочу подкрашивать пусть он немножечко будет даже с оранжевым оттенком вот последний лепесток у нас остался лепестки больше я трогать не буду все вот как они у меня есть сейчас они у меня должны просохнуть я пока возьму более темный зеленый и слегка вот где-нибудь листики немножко подтонирую вот возьму ту часть которая должна быть более темной вот здесь например с этой стороны может быть темная с этой стороны еще чуть-чуть полосочку темную пустим здесь можно побольше оттеночек добавить вот так здесь внутри потемнее сделаем и сейчас уже наша картина становится более реалистичной более интересной внутри здесь затем темнее здесь тоже листик сделаем потемнее вот и возможно вот здесь вот стебель очков вот эти места тоже можно затемнить вот вот пожалуй зеленого тоже здесь вполне хватит нам сейчас надо дать этой картине нашей просохнуть далее займемся с вами незабудками 2 не а вот в вы не Продолжение следует...